Полчаса на автобусе, потом еще 10 минут пешком. Этой дорогой Елизавета Трофимова вместе с друзьями по выходным добираются до приюта ЗО 37. Здесь волонтеров ждут многочисленные обитатели приюта, собаки и кошки. Хвостатые всегда накормлены, живут в тепле. Но вот чего им точно не достает, так это человеческого внимания, теплоты и ласки. Мы занимаемся именно процессом социализации, наша задача с ними играть, гулять, приучать к людским рукам. Если вдруг животное уже перестало верить людям, то наша задача вернуть это доверие. И приходит человек, он видит животное, говорит, я вот хочу эту собаку. И уже благодаря волонтерам, которые с ними занимаются активно, собака идет на контакт и у животного больше шансов обрести дом. Лиза заинтересовалась темой волонтерства, когда поступила в университет. Из всех направлений выбрала то, что ей больше всего по душе – забота о четверонодях. С детства у девушки была мечта – иметь свой собственный небольшой приют, в котором каждому бездомному животному нашлось бы место. Своего приюта у Лизы пока нет, но это не мешает ей помогать кошкам и собакам, оставшимся без хозяев. Волонтеры, конечно, очень нужны, потому что животным нужно общение. То есть, понятно, рабочий уберет, рабочий накормит, выгуляет, а с ним же нужно разговаривать, его надо, ведь они же любят ласку. Поэтому волонтеры, когда приезжают, они начинают с ними играть. Кто с собаками, кто с кошками. То есть, скажем, выбирает себе, что ему лучше, что ему нравится. Сначала Елизавета приглашала поехать с ней в приют друзей и знакомых. Потом вступила в Ивановский волонтерский центр. Многие неравнодушные откликнулись. Почти каждый месяц добровольцы ездят в гости к животным. Примкнуть к волонтерам может каждый, кто искренне хочет помочь одиноким питомцам. Им нужно зайти в контакт, найти группу ИВЦ, Ивановский волонтерский центр. Там есть распределение, кто каким волонтерством хочет заниматься. Там есть работа с животными, помощь бездомным животным. Им нужно подать заявку, я их нахожу, пишу им, добавляю в свою конференцию. Как только я совершаю поездку в приют, я пишу, говорю им, и они собираются. И мы едем, договариваемся вместе встречи, времени и совершаем поездку. В приюте ЗОО-37 постоянно живут около 204 нодих, 40 кошек и больше 160 собак. Все животные очень добрые и ласковые. Каждая мечтает обрести свой дом. Волонтеры дарят им свою заботу, которой в повседневной жизни они лишены. Очень сильно хотелось съездить в приют, но не было такой организации, а одной было бы неловко, потому что примут, не примут. А благодаря Лизе появилась возможность съездить часто и помогать животным. Обычно волонтеры приезжают в приют не с пустыми руками. Кто-то принесет корм, кто-то наполнитель для лотков. Все это здесь требуется постоянно и в больших количествах. Но главное, что дарят добровольцы животным атмосферу домашнего тепла и уюта. Волонтерство для меня это площадка добрых дел, где каждый человек может сделать что-то доброе и хорошее. В данном случае он может съездить в приют, помочь братьям нашим меньшим, привезти нужные необходимые вещи и помочь социализации животных. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.